Нынешний отопительный сезон стартовал уже в сентябре. Первыми тепло должны были получить детские сады и больницы, затем все остальные. Какова реальная картина на данный момент, вы сняли представителями Стройчу Ваши и столичной администрации на горячей линии. Горячая телефонная линия, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Более 50 звонков за 120 минут. В приемной президента Российской Федерации было жарко. А почему не включают? Во всем городе включили, а у нас что? Сегодня уже 28-е. Тепло подается постепенно. Мы сами знаем, да, система очень большая, инерционная. В первую очередь мы подключили потребителей социальной сферы. Сейчас пришли подачи тепла в жилые дома. Несколько звонков поступило от жителей дома 8 по улице Афламаса в столице республики. Уже полтора месяца они не могут переехать в новые квартиры с индивидуальным отоплением. Застройщик дом сдал, а газ не провел. Застройщик при сдаче дома в эксплуатацию должен был все коммуникации подключить. Но, к сожалению, у вас такая ситуация есть и возникла. Со своей стороны, что можно сказать? Можем, будем связываться с руководством устро и настаивать, чтобы они в скорейшем, в ближайшем времени приняли меры и подключили дом к газу. Некоторые вопросы касались учреждений образования. В детском саду деревни Большие Карачура отопления нет до сих пор. Родители неоднократно обращались во всевозможные инстанции. Оказывается, заведующая не подготовила необходимые документы для подачи газа в котельную. Сегодня будем заключать временный договор, потому что нет основополагающих документов для подачи газа. С утра опять разговаривала с Чебоксарским районом, после горячей линии опять буду разговаривать. Пробьем этот вопрос. Проблемы с подачей тепла выявили и в Новочебоксарске. Холодные батареи в детском саду номер 14 и школе номер 12. Представители ведомств обещали разобраться с этим вопросом как можно скорее. Что касается жилых домов, то их начали подключать в городе спутники вчера в плановом режиме.